Возрождение кубанского казачества наиболее зримо проявляется в молодежной среде. Учащиеся казачьих классов и казачьих школ стараются хорошо учиться, занимаются общественной работой, самодельным творчеством. Все лучшие свои качества показали на сцене участницы первого в Славянском районе конкурса «Казачка Кубани». Развитие кубанского казачества в последние десятилетия стало одной из самых ярких примет времени, а будущее казачества в пополнении его рядов, воспитание настоящих юных патриотов Отечества – процесс многогранный и творческий. Немаловажно всерьез заинтересовать подрастающую казачью смену, чтобы они чувствовали себя в центре интересных мероприятий. Благодаря активному взаимодействию детско-юношеского центра дополнительного образования «Патриот» и районного казачьего общества впервые в нашем районе был проведен смотр-конкурс «Казачка Кубани». В нем приняли участие школьницы из 11 общеобразовательных организаций Славянского района. С представления визитной карточки «Краса Казачка» и начались конкурсные испытания. «На рассвете на Кубани солнце яркое встает, небо нежно-голубое ждет давно его восход, зеленеющие нивы и Кубань реки развивы, спелый колос наливной, все для деды молодой». Конкурсантки в стихах и прозе рассказывали о своей родословной, о своей семье, о себе, о том, что им наиболее дорого и близко. «Его блядь от ветра солится, он такие мне песни поет, под мелодию эти пшеницы не по дням, по секундам растет, а когда у него крепкая бактерия, на часотик стреложа коня, запоет вместе с ветром калина, добавляя мне в душу огня». Они сразу же постарались показать себя наиболее выигрышно, насколько им это удалось судить представительному жюри. «Одним прекрасным весенним днем в семью моих родителей постучала счастье. Родилась я, Панченко Дарья Сергеевна. Семья – это главное в моей жизни. И очень важно, чтобы у каждого человека была семья. Она должна быть доброй и ласковой. Именно такая моя семья». «Для меня казачество важно, потому что все мои предки были казаками. И дедушка, и прадедушка, и прабабушка. Все чтили и продолжали род казаков. И я продолжаю. «Я считаю, что главное то, что внутри человека, что он верит и что он соблюдает. Просто кто, если не мы, будем продолжать это казачество, эти традиции казачьи?» «Школь нас готовили очень хорошо, и я сама была готовилась к этому. Много перебрала блюд, выбрала холодец с помпушками, готовила все сама. Я уверена, что судьям все понравится». В кулинарном конкурсе «Хлебосольно – это по-кубански» участницы должны были не только блеснуть своими кулинарными талантами, но и понятно рассказать о том, как и из чего готовится блюдо. В меню конкурсанток были как довольно редкие блюда, так и широко известные, такие как голубцы. «От капусты и голубца зависит не только вкус, но и внешний вид блюда. Для этого, чтобы фарш можно было завернуть в капустный лист, и голубец получился аккуратным, да и дощепка не хватилась. Капусту заливаю кипятком и оставляю на 3-5 минуточек. Если капуста сделает, убирает качан плотный, ровный, без заломов и трещин. Его нужно проварить». «Мне очень нравятся казачьи классы, так как мы выступаем везде. Мне очень нравится разбирать автоматы. Готовилась я по всем пунктам и, надеюсь, жюри оценит меня справедливо». Свои конкурсные блюда, а там были борщ, вареники и даже холодец, юные казачки представляли на суд жюри. Конечно, у всех было понятное волнение, но они с ним справлялись. «Я часто на сцене бывала, я ходила и на хореографию пять лет, и на пение пять лет. Я просто уже умею себя чувствовать правильно на сцене. Конечно, при нём не случайно участие в этом конкурсе, так как я имею корни казаков. Моя мать, мои родители, все они жили на Украине. У всех имеются корни казаков. Мне очень нравится участвовать в таких соревнованиях, так как таким образом я могу рассказать о своём роде». И завершал программу конкурса номер художественной самодеятельности «Хороша казачка наша и танцует и поёт». Одна из самых юных участниц конкурса, Таисия Исаева из 11-й школы, постаралась выступить весело и уверенно. «Я очень сильно готовилась. Мы проходили каждый пункт по несколько раз. Больше всего мне понравилось, как мы пели. Меня все поддерживали морально. Мне Даня Николаевна сказала, ну это наша директор школы, она сказала, чтобы я получила первое место». Конкурсанткам было не занимать талантов. Они смогли произвести благоприятное впечатление. Им горячо аплодировали группы поддержки из родных школ. После выступления последней из участниц жюри подвело итоги смотра конкурса «Казачка Кубани». Сначала были названы и награждены призёры и победители всех трёх конкурсов. Также, по мнению жюри, были отмечены как самая обаятельная Анжела Король из 9-й школы, самая очаровательная Виктория Тыщук из 16-й школы, хранительница казачьих традиций Анна Лалетина из 51-й школы, казачья стать Анастасия Баранова из 56-й школы. Призом зрительских симпатий награждена Мария Лейман из 21-й школы. Приз за лучшую группу поддержки получила Эвелина Клименко из 28-й школы. И вот, наконец, названа победительница первого смотра конкурса «Казачка Кубани». Изнаева Таисия! Таисия Исаева с трудом сдерживала нахлынувшие чувства. Да, я счастлива, мне хотелось плакать. Я думала, что это сон, но, видите, это не сон. Мне очень понравился этот конкурс. В следующий раз тоже приеду на конкурс. Ее мама, она же ее классный руководитель Евгения Исаева, поздравила дочку с победой. Да, я работаю в школе «Казачий номер 11». Мы долго к этому шли, мы участвовали в конкурсе «Лучший казачий класс», заняли второе место. И решили, нашей целью было, что на этом конкурсе мы должны взять первое место. И мы это сделали. Горжусь своим ребенком, я еще являюсь ее классным руководителем. Не только мама, но еще и классная мама. Это наша общая заслуга и детей, и педагогов. Поэтому всем спасибо за такую возможность поучаствовать в таком хорошем конкурсе. Председатель жюри «Атаман районного казачьего общества» Александр Семко высоко оценил проведенный смотр-конкурс. Цель сегодняшнего мероприятия – это чтобы наши девочки понимали суть казачьего народа, понимали, что значит казачка в семье, что значит мама казачка, чтобы всегда дети наши понимали роль мам в жизни семьи, в жизни общества. И сегодняшнее мероприятие, я думаю, достигло своей цели тем, что мы сумели объединить казачьи классы, казачьи школы. Они подружились между собой, вы видели, насколько активно все болели за свои коллективы. Ну и самое главное, конечно же, это чтобы наши дети знали культуру казачьего народа, чтобы могли ее сберечь и дальше развивать. Как говорится, первый блин вовсе не был комом. Конкурс казачка Кубани продемонстрировал сохранение старинных традиций и самобытной культуры. Лучшие черты казачества – патриотизм, верное служение Отечеству, защита православия – сегодня очень нужны обществу. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok